Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю отличное, очень вкусное и ароматное блюдо. Это скумбрия. Даже будет целых два блюда. Скумбрия будет приготовлена по рецепту моего любимого шеф-повара из Англии, Реймонда Блана. Будет два способа приготовления скумбрии. Один будет по рецепту Реймонда Блана, а другой будет по рецепту другого английского повара. Одна рыбка будет маринованная и без термообработки, а вторая еще подогретая на гриле. У меня есть отличные, замечательные скумбрии. Сейчас я снимаю с рыбы филе. Из скумбрии получилось вот такое прекрасное филе. Как вы видите, это очень легко сделать. Теперь самое важное, достать вот отсюда косточки. Рюберные кости я достал. Мы делаем вот такой треугольный разрез. И полностью все косточки будут удалены. Это самый легкий и красивый способ, как достать эти маленькие косточки. Все, филе без косточек. Вырезаем у него грудной плавничок. Вот такое красивое, полностью мягусенькое филе получилось. Я снял филе со всей скумбрии. Теперь будем готовить. Сначала я приготовлю два маринада. Для первого маринада я использую винный уксус, разведенный пополам с водой. Также сюда я добавляю сахар. Немного веточек петрушки. Лучше добавлять именно стебельки, в них больше аромата. Если у вас есть свежий кориандр, было бы прекрасно добавлять еще немного кориандра. Также я добавлю немного колечек лука. Если есть красный лук, лучше взять его. Розовый и черный перец. Щепотка соли. Лучше взять морскую. И несколько долек лимона. Всю эту прекрасную смесь я нагреваю до температуры не выше 60 градусов. Чтобы ароматы как следует переплелись. Маринад скумбрии уже прогрелся до 60 градусов. Соль и сахар в нем растворились. Класс! Теперь маринад остывает до комнатной температуры. Теперь маринад остывает до комнатной температуры. А пока я готовлю следующий маринад. Для этого беру 70 грамм белого винного уксуса и 30 грамм воды. 30 грамм сахара. Щепотку соли. Размешиваем соль и сахар в смеси уксуса и воды до полного растворения. Маринад для второго способа маринования скумбрии уже готов. Выкладываем филе скумбрии в маринад. Мягкий вниз. На 1 час. Чтобы скумбрия равномерно промариновалась, через время я буду менять ее местами. Верхний вниз, нижний наверх. Пока рыбка маринуется, я приготовлю обалденный, очень вкусный соус к рыбе. Для этого я использую соевый соус. Соевый соус я разбавляю один к одному с водой. У меня соевый соус темный, поэтому я его возьму немного меньше, чем воды. Имбирь, нагретанный соломкой. Сок лайма. Если есть свежий лайм, лучше взять его. И натуральный тростниковый сахар. Ммм, красота! Соус, который мы приготовили к рыбе, он очень ароматный. Здесь классическое сочетание соленого, сладкого, кислого. Здесь слышны нотки имбиря, соленость соевого соуса, сладость тростникового сахара. Прекрасно! Еще немножко имбирь отдаст свой аромат к соусу, пусть пока настаивается. Маринад для скумбрии остается до комнатной температуры. Я его переливаю в широкую посуду. И укладываю филе кожицей вверх на 20 минут. Филе скумбрии мариновалось 20 минут в маринаде. Сейчас я делаю на коже разрезы, для того, чтобы в них лучше проходила температура. И сама поверхность готового блюда была более красивая. Я сделал надрезы на филе скумбрии. Гриль разогрет до максимальной температуры. Я выкладываю на разогретый противень, смазанный растительным маслом, филе. И ставлю их на 5 минут под гриль. Два варианта скумбрии уже готовы. Вариант в духовке под грилем я поливаю маринадом, который мы сделали. Я парил скумбрию, приготовленным маринадом. Аромат стоит необыкновенный. Очень аппетитно. Я начал пробовать из блюда скумбрия гриль, потому что она горячая. Я думаю, она будет прекрасна сейчас первая идти. Возьмем кусочек брюшка. Оно более жирное. Я люблю жирные кусочки. Аромат. Хороший, вкусный. Класс. Это очень утонченный вкус. Когда рыба очень сочная, приготовленная правильно, то есть она такая должна быть ни на секунду не передержанная. Очень богатый и тонкий оттенок добавляет этот маринад, который мы приготовили. Соя, лайм, имбирь. И, конечно же, тростниковый сахар. Попробуем мяско, которое было ближе к спинке. Вот так его маринадики. Друзья, рыба очень простая. Но вкус такого вкуса вы ни в одном ресторане не попробуете и не почувствуете. Это настолько утонченно, это настолько возвышенно. Из таких простых продуктов сделать настоящее великолепие. Попробуйте. Это бомба. Именно правильно приготовить. Пять минут под грилем, не больше. Попробуй саму спинку. Настолько классная. Все косточки мы с вами достали. Поэтому рыбка кушается очень легко на одном дыхании. Супер. Благодаря тому, что мы перед грилем подержали рыбку в маринаде, она получила особые нотки. Слюнки текут. Но попробуем рыбку скумбрия, которая просто мариновалась. Это рыба без термообработки. Вот такая. Аромат. Очень нежный аромат. Очень свежие. И такое класс. Пробуем. Совершенно другая текстура. Именно текстура маринованной рыбы. Такая она плотная. Она абсолютно не похожа ни на селедку, ни на какую-то просто соленую или маринованную рыбу. Это тоже что-то очень-очень такое приподнятое. Это не обычный рецепт. Это рецепт из высокой кухни. Хотя приготовлен из самых простых ингредиентов. Класс. Очень удивительно, то что рыбка мариновалась всего один час в простом винном уксусе. Но она полностью готова. Не нужно ее было душить в обычном спиртовом уксусе. Она очень нежная и классная. Отлично. Обе рыбки мне нравятся. Одна, потому что у нее термообработка. Это особый вкус. Вторая, это потому что она просто маринованная. Я не могу сказать, какая из них лучше. Обе рыбы приготовлены по рецептам звездных поваров от Мишлен из Великобритании. Они проверенные. Вот эту рыбку, которую на гриле я готовлю часто. И она мне очень нравится. Рыбку, которая была просто маринованная, я приготовил в первый раз. Оба рецепта мне очень понравились. Здесь нет какого-то лучше, какой-то хуже. Они абсолютно разные, но абсолютно очень вкусные. Пожалуйста, попробуйте. Смотрите мое видео. Ставьте лайки. Пишите в комментариях, что вы думаете. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка подписаться вот здесь. Вот здесь есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, друзья, кухня – это самое спокойное место.